В девственности в 16 лет Наш самый смелый гость Когда-нибудь спала с фотографом на съемке Почему как бы не попробовать? Ну, встречалась с Егором Кридом Оказалось, что он не изменял на каждой гастроле С бедной Валей унижают женщин Он бегал от меня уже в одних трусах, держа их вот так вот Пошло-поехало Это было не порно Эскортом ты не занимаешься Я заплакала во время секса Считаешь количество мужчин, с которыми ты спишь? Я не откажусь от члена Павел Дуров подавал галочки ВКонтакте моделям Он сам написал мне первое Привет, друзья! Я Саша Спилберг И это мой Lovecast Подкаст об отношениях, сексе и личном Это дружеское пространство, в котором мы можем обменяться опытом И все вместе посплетничать Сегодня в моей студии Диана Мелисон Модель эротического характера И девушка, которая разбила сердце многим нашим селебрити Лена, привет! Привет! Меня так еще никто прекрасно не представлял Это звучало потрясно Я привыкла считать себя ветераном сетей, блогинга Но самое интересное, что я помню себя в 12 лет Когда я заходила на твой профиль ВКонтакте И ты уже была суперизвестна То есть Диана известна в сети с далекого 2010-2011 года Да, все верно, 2010 где-то Так что должно было пройти 10 лет, чтобы мы с тобой встретились и смогли пообщаться Сегодня еще, кстати, первый выпуск В который я решила интегрировать несколько игр и опросов Поэтому будет весело Так! Да! Чем ты занимаешься? Я запуталась, у тебя столько направлений Да, на самом деле Ну, по-любому это все связано с модой, с красотой Мы все, когда уже создали себя Да, сначала мы работали на имя И теперь мы с легкостью понимаем, что имя работает на нас Возможностей получается больше Мы можем свои силы интегрировать и в бизнес какой-то личный Ну, самым основным, наверное, сейчас заработком Это уже является сеть OnlyFans Как бы это ни звучало Ух ты, я не знаю, что ты есть на улице Круто! Да, как я не догадалась Да, слушай, прекрасно, гениальная сеть Но вот если бы у тебя... Давай представим, что мы с тобой приходим на работу Да, вот у меня, допустим, есть карточка с моими именами, написано Видеоблогер-певица Вот, Диана Мелисон, что написано на твоей карточке? Модель, дизайнер Слава богу, что сейчас не приписывают диджейство Обычно пишут модель диджей Ну, потому что раньше в своё время мы думали, как продать меня как личность Потому что раньше было модно ездить по городам, давать какие-то мини-концерты И нужно было придумать, как раз это было после расставания с Егором Нужно было придумать, как продать меня как бренд уже в разных городах, показать меня Ну, мы придумали, что я могу диджеить И со временем я сделала какой-то годовой тур, но мне было так неловко Я себе сжирала изнутри, у меня была депрессия, у меня были нервные срывы Потому что человек, который изначально не родился с таким творческим познанием То есть люди диджеи, они на самом деле вкладывают очень много сил в создание музыки, в написание А тут появляется какая-то писюшка, которая ни хера уже не понимает Я кайфовала от этого, но сам рабочий процесс, часовой диджей-сет Перед этим у меня были жёсткие нервные срывы Потому что я боялась налажать, потому что я это делала непрофессионально Мне так нравится, что ты открыто говоришь о том, что после реставрации с Егором нужно было продать имидж, да? Как бы свой личный бренд Я боялась потерять себя Слушай, я тебя понимаю прекрасно, далеко не все готовы это сказать прямо Хотя, по сути, эта индустрия и есть продажи своего имиджа и своего лица В 2012-м, да, ты встречалась с Егором Кридом? Ну, в 2013-м, может, да, что-то такое, да У меня очень важный вопрос вселенской важности В 2013-й? 8 лет уже прошло Да, вот так приходишь на подкаст, ты понимаешь? Нет, мне точно не 19 было, не-не-не-не-не А, да, боже, да Вопрос вселенской важности Храпит ли Егор Крид? Нет, он не храпел на тот момент Может быть, сейчас, я не знаю, на тот момент он точно не храпел Человек без изъянов Мужчина без изъянов Точно не храпел Больше скажу Он даже был очень внимателен И если я уставала после работы, он мог даже и массаж делать, и массаж головы Конечно, обижался, что я потом засыпала и не уделяла ему какого-то внимания Но, девочки, любите его, любите Любить надо безвозмездно Массажи тоже делать безвозмездно Да Ты рассказывала, что вы расстались с Егором Кридом, потому что он был не готов к взрослым отношениям Что для тебя взрослые отношения? Мы расстались, потому что он меня бросил Начнем с этого Нет, мы расстались на самом деле, потому что как раз в тот момент он был заинтересован Нюшей Да, мы еще, помню, с ним ехали в Пензу, кстати, по-моему, к его родителям И там был журнал на обложке Нюша И они со своим диджеем, диджей с нами тоже ездил туда Они так переглядываются и шутят, я еще не понимала, что такое, что происходит А потом уже слухи доходили, что он заинтересован среди нашей компании, среди наших друзей Доходили слухи, что он заинтересован в ней Уже постепенно-постепенно он просто как бы, ну, сходились на нет у нас отношения, и все Слушай, но при этом расстался он, а не ты Что он был заинтересован другой девушке Да И ты как-то это не остановила, не пересекла Он, я же ревела Ну, блин, что бы я сделала там Там суть в том, что Оказалось, что он не изменял на каждой гастролях Абсолютно на каждой И что ты ревела тогда? А я все равно ревела, я такая, я люблю тебя Я честно не понимаю, вот что ревут, слушай Потому что вот сейчас это легко Ты можешь так смело сказать, вот что ты ревела Понимаешь, я тоже себе могу, будучи в 28 лет, сказать По щам надавать, что ты ревела, еще у тебя таких будет нам впереди А на тот момент, когда у тебя абсолютно другая психика И просто прониклась в эти отношения Ну, мы же были как русские Селена Гомес и Джастин Бибер, понимаешь? Нас так любили все, это было супер мило То есть это все-таки было не из-за него, это было из-за какого-то публичного имиджа вашей пары? Нет, нет, пара была по любви Ну, просто вообще в целом, понимаешь, у тебя как будто выстроилась целая такая большая семья Которая просто исчезает в моменте Ну вот все идет не так Тем более я настолько сильно влюбчиво привыкаю к человеку Что мне после него кажется, что я такого уже не встречу, все Я понимаю тебя прекрасно Мне тоже столько много раз было Ну и что, подожди, вот вы расстались? Как ты поняла, что он изменяет? Или ты еще терпела какое-то время? Ну, мне рассказал директор Мне директор рассказал Мы расстались, я ревела-ревела Он подошел ко мне, ты достала реветь Говорит, я тебе сейчас все расскажу И он мне все рассказывает И потом он выпустил песню Она называется «Ты улетела», там «С меня хватит, иди» Оскорбляет меня в этой песне Ну, собственно, что он недавно опять сделал Какой-то кошмар И, честно, об этом многие не знают Но все началось еще в далеком прошлом С меня, когда он написал эту песню Что милый секс под штукатуркой Типа ты красивая снаружи, но в тебя пусто и страшно Ничего подобного Я была очень интересным и заботливым человеком У нас не было домработниц Я постоянно драила, убирала квартиры Мы проводили круто время, мы развлекались, ходили То есть я, на самом деле, была очень интересным человеком Но меня он представил под штукатуркой Пустой, страшный И только секс ему якобы от меня нужен был А потом он говорит «Да, изменял» Типа там не одна была и много Хочешь знать почему? Да потому что ты вообще никто и никакая Потом еще и написал песню После расставания еще песню выпустила И еще мы вроде как бы решили всю историю замять Остаться хотя бы не то что друзьями, но в хороших отношениях Он пригласил меня, помню, на концерт Я честно не понимаю, почему из-за Егора Крида Все так ревут, прости, пожалуйста Я понимаю, что это были эмоциональные, настоящие отношения Но и тем более с этой всей ситуацией С бедной Валей Валя, приходи к нам, пообщаемся Диана была первой, прошла через эту ситуацию Правда, знаешь, мне стало сложно воспринимать человека всерьез Когда он настолько реально унижает женщин И это неправильно Честно, я не знаю, почему его родители так гордятся им Я бы своим ребенком после этого не смогла бы гордиться Когда узнала, что он так поступил по отношению к карнавалу У этой девочки, у этой прекрасной, милой девочки Да, я не знаю, я ее вообще в принципе не знаю Но у нее есть свои родители У нее есть своя мама, которая настолько чутко ее воспитала Заботилась о ней Каково ее родителям слышать, как какой-то артист Не просто артист, а народный популярный артист сейчас на данное время Оскорбил публично так ее дочь Подумал бы о взрослых У него же есть тоже мать Подумал бы о чувствах, о материнских Пофиг, пускай между собой на ютубе, там, инстаграме Выкладывают сторис, оскорбляют Нет проблем А вот оскорбить и унизить ее родителей Это ужасно У меня нет слов просто Да Это не по-мужски Да Даже, знаешь, летал где-то мем Что вот расставание в двух поколениях Да, Валерия Меладзе И потом Егор Крид такой Из нее лет я посидор Она создает, но спасибо Красиво Ты вошла в мою грешную жизнь А, да, дает, а все, да, такая вот, пусибой Ты сидишь и думаешь, ну, чувак, ну, это как-то, не знаю, в 10 лет такое, наверное, можно было делать, а сейчас не ахти Есть же люди, которые его поддержали в этом, ты же понимаешь, да? Ну, всегда такие найдутся Честно, мы не знаем, может быть, его родители, конечно, и сказали, внесли свою лепту Сказали, что сына это неправильно, да? Я не хочу никак оскорбить его родителей сейчас тоже ни в коем случае И, может быть, они что-то ему и сказали Но мы этого не узнаем, да Но это ужасно было Так, а моделингом ты сейчас занимаешься, продолжаешь? Да, да, да Ну, сейчас из-за карантина, конечно же, все приостановилось То есть, наверное, последняя самая масштабная Это вот неделя мода была как раз-таки в Милане, в Париже И я помню, я была в Милане Мы были на показе у Филиппа У меня был съемочный день у него для кампейна, для новой его коллекции Которую же показывали потом на подиуме И это в основном студийная история? Да, да У него свой офис, там, своя студия Прикольно Своя команда, свои ребята У него все, в принципе, у него свой вот модный дом небольшой есть там в Милане Вот у него там все находится, несколько этажей И магазин на первом, там сразу же офис, сразу же фотостудия Сразу же дом, все так, пять этажей Удобно? А что? Ты когда-нибудь спала с фотографом на съемке? Нет Серьезно? Нет, серьезно Я не знаю, я столько слышу истории индустрии моделинга, что такие ситуации происходят Нет, у меня была одна ситуация Она была в Питере Она была в Питере На то время это был популярный фотограф, да Но у нас была страсть, у нас была такая любовная история И это, наверное, был мой первый такой, я бы сказала, сексуально грязный опыт или какой, я не знаю Но да, меня что-то, меня возбудило, у меня проснулся дьявол А можешь об этом рассказать? Секс не в постели, в фотостудии Как это было? Не, ну конечно же, не я первая начала, потому что я, во-первых, была уже совершеннолетняя, но все равно я считаю себя маленькой на то время Неопытным еще человеком в этой сфере, вообще, в принципе, вот фотосессия всех, это только-только начало было Поэтому не я первая проявила внимание его телу, его сексуальному телу Он меня фотографировал, фотографировал бы сверху надо мной, то есть фотографии были сверху Сейчас все панаты начнут искать все фотографии сверху Ну, получается, сначала стоял, потом опустился на колени, то есть вот я лежу здесь, а он, получается, на коленях надо мной и делает фотографии сверху Фотки классные получились Он мне говорит, больше страсти, больше страсти Я пытаюсь, я маленькая, у меня еще мало опыта Его рука полезла мне в трусики, над трусиками даже, ну еще не вовнутрь И он говорит, давай я тебя немножко возбужу, и это будет естественней А я такой человек, как будто я не смогла сказать нет, но он мне нравился, он мне был симпатичен И я не смогла сказать нет, и не то, что я бы его обидеть не хотела, а я думала, ну так надо, наверное Понимаешь, что это моя реакция, как бы, ну да, почему нет, почему как бы не попробовать Ну так надо, и мне понравилось, и в этот момент, когда уже, он уже дощелкал все кадры Уже когда я возбудилась, но уже невозможно было остановиться Но это было все-таки позитивно, потому что я вот сижу, и ты сказал, что когда он начал уже к тебе прикасаться Меня прям, я же вся, знаешь, замерла, что, блин, это, ну как-то, не знаю Я настолько была молчаливая, очень молчаливая и еще не раскованная Что, мне кажется, наоборот, парней это очень сильно возбуждало, что они могут меня открыть как-то И вот, наоборот, мне кажется, этого фотографа это возбуждало мне Слушай, я знаю, что ты сотрудничала на старте своей карьеры с фотографом Сашей Тихомировым Это был не он, случайно? Можно стоп? Да? Я не знаю, мы это будем говорить или не будем, я не знаю, ребят Как тебе комфортно? Никто об этом не знает Ну, это Саша, да, ну я не знаю Понимаешь, ты как бы, а я, для меня это вообще первый вот мой опыт такой был Ну, самое главное Только еще в Питере это было, даже не в Москве, а в Питере все Самое главное, что ты отзываешься об этом опыте как о комфортном и приятном Что он у тебя не отложился в голове, как травматичный Скажем так, у меня бывали такие фантазии когда-то, но когда ты рассказываешь, как это выглядит на деле Немножко дискомфортно мне стало физически Поэтому хорошо, что тебе понравилось, это главное Сейчас уже, конечно, я таким, ну, не занимаюсь Я уже не доверяю мужчинам Я очень много говна съела за предыдущие годы И сейчас очень сложно доверяю мужчинам Поэтому ни в коем случае бы не смогла, не позволила бы себе своим эмоциям То есть, ты считаешь, что тебя могут осудить за свою сексуальную раскрепощенность? Я, в принципе, боюсь очень многих ситуаций, потому что меня очень сильно обижали Ну, ко мне также применяли и физическое насилие, я бы это так назвала Вот, и у меня очень большие нервные срывы по этому поводу были И я лечилась у врача Вот когда ты очень расстроена, тебя обижают, ты просто плачешь А есть, когда к тебе применяют физическую силу И когда ты уже видишь человека, а плюс ты его любишь Ты начинаешь задыхать, ты и не можешь сказать Ты и плачешь, и вот как будто, знаешь, горлышко тебе кто-то душит И ты всё, и ты не можешь ничего сказать У меня вот такие истерики начинались Потому что я боялась, когда для меня просто молодой человек касается Это как панические атаки, да? Да, да, я бы назвала это так И на этой почве у меня и волосы выпали на голове То есть на нервном срыве У меня очень много всяких сбоев пошло по здоровью Я не ходила к психологу, никому не обращалась Но прорабатывала сама, читала какие-то статьи Как нужно отпустить эту ситуацию Как нужно полюбить себя и быть любимой Потому что как раз-таки это всё случалось из-за того, что мне постоянно принижали И я в это верила А это были твои личные отношения или это были рабочие ситуации? Это были мои личные отношения и недолгие отношения, да Я не скажу, что я была в этих отношениях ангелом И я не могу этого сказать И мы очень сильно любили друг друга Но это были больные отношения Я называю это больной любовью просто вот Токсичные? Токсичные, да, наверное Мне очень жаль, что рядом с тобой оказался такой человек Да, я стала сильнее после этого Единственное, что да, я очень мало доверяю людям И после этого у меня не было серьёзных отношений С тех пор уже сколько? Три года прошло, у меня их не было Это было три года назад Да И я была не ангелом И я давала абсолютно тоже поводы для того, чтобы человек не доверял И заводил какие-то темы Но это никогда не позволяет человеку поднимать, в принципе, руку И издеваться и принижать Никогда нельзя принижать Никогда Человек, да, мужчина должен быть сильнее Мужчина должен быть рядом с тобой сильным Ты должна быть за его спиной и маленькой хрупкой девочкой Но никогда нельзя принижать и никогда нельзя человеку не давать возможности развиваться в том, что тебе интересно То есть это происходило из-за того, что тебя ревновали к твоим эротическим фотосессиям? Да, я даже перестала, в принципе, принимать участие в них Мне просто сказали, ты никуда не поедешь Вот будешь сидеть здесь, никуда не поедешь И ему это нравилось Ему нравились поводы ссор Ему нравилось, чтобы, например, он не хочет сегодня со мной быть дома Или хочет куда-то уйти Он специально придумывал ссору Издевался надо мной Доводил меня до истерики, что я не понимала, что происходит уже взахлеб И уходил Ну, просто занимался своими вещами, своими делами Слушай, ну, хорошо, что ты больше не в этих отношениях Ты сильнее Да, да, очень многое изменилось уже за это время, да Как ты определяешь для себя грань ревности мужчины, адекватной? Как это должно быть? Где это нужно пресекать? Ну, вот опять же, видишь, это может быть какая-то сексуальная игра в своем роде, да Когда мужчина там тебя ревнует и говорит там Или там юбочку покорочит, и т.д. Но главное, чтобы это не переросло Потому что обычно все эти шутки перерастают уже в серьезность И когда-нибудь он может рявкнуть на тебя И вот как это пресечь? Вот у меня не было отношений 3 года нормальных Диана, ты сказала, что у тебя не было отношений 3 года Я правильно понимаю, что сейчас ты просто спишь с теми, кто тебе приятен? Секс по дружбе Это не секс по дружбе с друзьями У меня не получается регулярного секса Ну, в принципе, как бы все мои друзья, мое окружение в Москве Это безумно творческие люди Я их безумно ценю за их талант И я очень боюсь переступить эту грань Потому что во мне есть такая тема, что если я пересплю, я могу перестать общаться с человеком Прямо так вот просто резкая? Да, все, после секса я пропадаю Я могу сказать, я занята и все, схожу на нет И все Ты не готова продолжать дружбу с человеком? Все у меня может отрезать, да Буквально какая-то тактильность у меня может это отрезать Поэтому я выбираю партнера, который мне очень мало знаком То есть я с ним не пересекаюсь на работе То есть как бы может быть он друг компании, друг друзей Но ты можешь продолжать с ним видеться, заниматься сексом, при этом не быть в отношениях Смогу, да, но это очень редко бывает А что лучше, отношения длительные или секс без обязательств? Я хочу сейчас отношений Боже, у меня их давно не было Мне хочется обнимашек Мне грустно засыпать, просто да Мне иногда грустно засыпать Мне не хватает, чтобы кто-то обнял Мне не хватает, чтобы кто-то послал в лобик, сказал доброе утро То есть я даже не говорю сейчас о какой-то страсти и сексе, блин Я просто котик, которого нужно приласкать в данный момент Чтобы кто-нибудь завтрак в постель приготовил Да, да Стеснялась ли ты, когда первый раз снималась в белье? Нет Я тебе больше скажу, я не стеснялась даже, когда я была голая Женя Макеева, моя подружка, работала в то время в журнале Playboy Конечно, когда рядом с тобой друзья Ты открыто можешь творить какое-то творчество То есть я уже в голове понимала, что это творчество И когда я приехала в Москву Была съемка для Playboy И мне сделали красивую прическу, макияж Мне намазали маслом, я разделась И мне сказали, что фотограф мужчина Я помню, как я хожу вот так просто С раздвинутой ногами, такая встала посреди кадров Ну что, как вставать-то вам нужно? Еще с таким каким-то гонором украинским Они как заржали все съемочные команды Они до сих пор мне это припоминают, когда я встречаю этих коллег То есть стеснения не было даже в самых первых съемках? Темно нет А ты не задумывалась, почему у тебя не было стеснения? И почему большинство девушек стесняются сниматься нюд или в белье? Задумывалась Просто я себе изначально, когда я подружилась с Мавриными Мы же не просто как раздевайся, будем снимать На самом деле, почему я полюбила ребят? Потому что мы разрабатывали эту тему, прорабатывали себя в голове Мы изучали искусство Мы изучали женское тело Мы изучали фотографии абсолютно, не знаю, 90-х годов Разные фотосессии И говорили, вот это красиво Здесь свет красиво падает И я полюбила женское тело Я полюбила женскую красоту Я сказала, черт возьми, женское тело настолько прекрасно То есть я могу сказать, что я, наверное, возбуждалась от женского тела Женское тело настолько прекрасно, настолько уникально Что его, если у тебя есть какие-то данные Ты даже должен его показывать всем Ну, как бы, если ты можешь, да? Я не говорю, что все Поэтому не было стеснения То есть я изначально уже все в себе в голове проработала А другие, ты считаешь, просто не восхищаются своим телом? Нет, а другие просто не могут Скованность Кто-то скованнее Это нормально Я же раньше тоже была очень замкнутой маленькой девочкой Я когда переехала в Москву Мои друзья, другие в компании Еще, будучи, которые не были моими друзьями Говорили, а она вообще разговаривать умеет Типа народ открывает Но при этом ты сразу была готова встать перед камерой в белье Да, да, да Это очень странно, да Окей, хорошо, я не очень понимаю, как это работает Но допустим Правда ли, что модельная индустрия деструктивна и учит не любить свое тело? Учитывая, что ты достаточно уязвима всегда перед объективом Ты бываешь голая, бываешь в белье Допустим, я несколько лет назад прошлась по подиуму Дольче Габбана И у меня не было никакого негативного опыта Мне все показалось крайне приятным Но сейчас выходит много видеороликов Статей о харассменте в индустрии Мне хочется узнать у тебя Действительно она настолько травматична или нет? Травматична в каком плане? Что после этого тебя оценивают Ты толстая, у тебя начнутся расстройства пищевого поведения Что это очень влияет Ну вот смотри, есть очень большая разница между человеком, работающим в агентстве И человеком, который сам себе хозяин То есть, когда ко мне приходят уже сейчас Я говорю, у меня есть такие условия, я есть такая Если вам нравится, то нравится, да? То есть, ты считаешь, что больше харассмента происходит именно по отношению к менее публичным моделям? Конечно, потому что все Почему все обращаются к публичным? Почему? Потому что слава, потому что деньги Потому что они знают, что этот человек принесет еще больше популярности их бренду Да, в агентстве в основном берут базовых статичных моделей для кампейна Тоже с какими-то очень крутыми лицами Потом они могут после выхода кампейна, там, Гуччи или еще, или Показа так же, да? Они стать безумно популярными Но там они с первым делом, они подбирают себе под критерии то, что они видят Диан, что думают о твоих эротических фотосессиях твои родственники? Ну, они меня ругали сначала Да? Ну да, ну как, слушайте, у меня тетя очень консервативная Мама нет Тетя очень переживала, наверное, первое время Потому что, во-первых, я стала очень дреной девчонкой в студенческие годы Потому что я училась днем Параллельно ночью выходила работать барменом И все это продолжалось на протяжении двух лет Первый, второй курс И потом я такая, эй, поеду я в Москву Потому что я начала набирать уже популярность с 11 класса Мне уже предлагали съемки в Москве интересные И я свалила Поэтому для тети это удар ниже пояса был Представляешь, человек консерватор Как бы у него все по полочкам, все всегда есть уже распорядок на всю жизнь И, конечно, для нее это было, как будто я изрушила всю свою жизнь Но зато сейчас она... Ну, она безумно гордится за мной, что я не потеряла себя Что я осталась человеком Что я не спилась, не знаю, не стала какой-то дреной шлюхой Не снаркоманилась Спасибо ей за то, что она меня воспитала Заставляла читать книги Увлекалась музыкой, классической музыкой То есть она мне, на самом деле, очень многое дала И она понимает то, что ты сейчас делаешь Да, 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 знает абсолютно Ну как, я же не выкладываю, простите меня, в развороте все Нет, ну у тебя контент очень такой эротический Даже если залезть в Инстаграм, я смотрела твои фотографии Видео, в принципе, помню тоже Да Из 2012-го Очень смелые фото На тебе мало одежды всегда Я повторюсь, я люблю женское тело Я люблю женскую красоту, и она прекрасна Слушай, это классно Да Я знаю, что ты снималась в порно Как ты осознала, что ты этого хочешь? У вас есть иконная пауза Шучу Да? Как ты осознала, что ты этого хочешь? Это было не порно Нужно внести некоторую ясность Так, давай Порно это что? Это когда есть съемочная команда Одна камера, две камеры Есть, да, половой партнер И есть, безусловно, сценарий Все было абсолютно не так Дело было очень давно Мне на то время нужны были денежки Потому что я училась тогда На первом курсе Как раз таки я начала развивать Вот эту вот историю с фотографиями Я смотрю, что я набираю популярность И мне захотелось закатить классный день рождения День рождения? Да, мне просто захотелось закатить тусовку Окей, так Чтобы закатить тусовку И позвать всех своих друзей Нужен бюджет Так как я училась На алкоголь Ну понимаешь, да? Хотелось на тусовку Просто круто отметить день рождения Я не знаю, почему, черт возьми Захотелось мне Я написала своим друзьям Говорю, у вас не будет съемки какой-нибудь? Я говорю, у меня день рождения 13 января Я говорю, я хочу вечеринку закатить Но первый курс, сама понимаешь Общежитие, первый курс Новые мальчики Вот в чем страсть была Почему у меня все горело? Ты нашла самый интересный способ Этих мальчиков завоевать А мне сказали Ну, есть одна тема Приезжай, расскажем Мне рассказали, что Это сайт Американский сайт То есть доступа русским к нему нету Это как вебкам Вебкам, да Ты проводишь Часовой Яна, ты понимала, да? Что можно просто сменить клавиатуру И доступ этот откроется Я к тому, что ты не мог там с России зарегистрироваться Так может это без регистрации? В общем, не знаю Там регистрируешься по паспорту Все очень серьезно То есть как бы, что русских там не было Там были одни американцы Я сейчас тебе не скажу всех деталей И ты проводишь там часовой онлайн вот этот чат То есть там параллельно идет переписка И так же ты как бы танцуешь Что ты делаешь В принципе, первая моя часть так и прошла И на то время ты мог заработать оттуда 100 долларов Хватило на вечеринку? Да? Хватило? А всплыла эта тема только через два с половиной года Через три года даже, когда я уже встречалась с Егором И оказывается, что в том чате А я вспомнила, что правда в том чате Один пацан писал А со мной здесь типа напополам снимает квартиру Парень, который знает русский Ты можешь мне тоже типа писать по-русски, потому что он знает русский И я потом только это вспомнила спустя три года И я просто просыпаюсь там в ужасе Мне Егор говорит Хватило, что ли? Я говорю, что происходит? Там уже и Тимати позвонил Что происходит? Это негоже для нашей репутации Расставайся с ней Но спасибо ему Это была реально красивая детская история любви И человек меня не кинул даже из-за этого Слушай, в большинстве этих видео присутствует девушка Почему? Да, потому что это девушка моего как раз-таки друга Вот это они нашли эту тему Но это имитация То есть, да, я раскрою занавес Девушка была в кадре с тобой просто, чтобы разнообразить То есть, ты не бай Нет Нет, мне нравятся девушки Так, это уже другая тема Ага Мне нравятся девушки Мне нравятся девушки Ну, так тогда, наверное, это всё-таки бисексуальность На этот момент я ещё не знала этого И это нужно было сделать, потому что так хотел заказчик Потому что, как бы так, как мы Я сначала уже одна там вышла А потом уже А, нет, мы сначала попробовали вместе Нагадай попробуем вместе Чтобы тебе было, ну, дискомфорта не было, неловко было Потому что уже последующие два видео Я там уже одна и с ней А чем в эмоциональном плане отличается секс с девушкой? Ну, девушка тебя более чувствует, наверное, я бы сказала Всё-таки женское тело, кто лучше всего знает? Сама ты, либо другая женщина? Я не откажусь от члена Типа, нет Не вытаскивай великих людей Окей Окей Видишь, три года целых я не могла довериться Буквально только в этом год Вот год назад я смогла отпустить эти истории все Я смогла полюбить себя Смогла более-менее общаться с людьми, доверять им Даже заниматься сексом после расставания я не могла У меня случился секс после расставания Знаешь, что я сделала? Я заплакала во время секса И я подумала, да почему бы не попробовать? Мне нравился пацан Я думаю, почему бы этого не сделать? Вот я сверху на нём И он не видит моего лица А я начинаю реветь И я даже не могу сказать стоп Я начинаю реветь И он видит мои слёз Он говорит, прости, пожалуйста, ты очень хорошая Я всё прекрасно понимаю Почему ты сразу не сказала? Но он меня не трогал То есть ничего не сделал Но я заревела Бедняга То есть настолько всё внутри было сложно Вы плакали во время секса не от счастья А вот да, от боли Я плакала Но это очень жёстко Ну это значит, есть что прорабатывать Да Внутри психологически Да Но всё, сейчас этого не происходит Нет, нет, больше не было Хорошо Ты думала о том, как твои дети отреагируют на съёмки в порно? Как раз таки мой бывший молодой человек Мне об этом постоянно говорил Что твой сын скажет? Ещё я больше всего боюсь этой темы На самом деле я очень переживаю, что сейчас дети Они в гаджетах абсолютно все И я очень переживаю эту тему Что как ни крути Один из них Он найдёт это видео Потому что узнает, что его мама Какая-то там была в своё время популярна И т.д. И что когда-нибудь подойдёт к нему кто-нибудь И скажет Это у мамы там голый видео И у моего ребёнка случится тоже какая-то психологическая травма Вот я вот этого боюсь Здесь, наверное, вопрос Как выстраивать диалог с ребёнком Когда он уже начнёт осознавать эти вещи И как это объяснять Я не знаю, как я буду объяснять Я не знаю Я хочу для него быть единорогом и маленькой феей Скажите, ну, наверное, я не знаю Сказать, что Я хотела устроить Скажу, что хотела устроить вечеринку Да, и пошла по наклонной Я обещала опрос Да, я до начала нашей съёмки Закинула опрос к себе в Инстаграм Сейчас я его открою Мне очень интересно, что скажут наши зрители Вопрос такой Девушки Снялись бы вы когда-нибудь в порно Если бы это было анонимно? И об этом никто никогда не узнал Сейчас мы увидим результат 32% девушек сказали, что да Снялись бы в порно Если бы никто об этом не знал 68% сказали, что нет По своим причинам Ну, мне нравится эти 32% Смелые люди Да Особенно так и было Мне сказали, что никто об этом не узнает Не всё так просто на самом деле Есть очень много моментов, в которых я стесняюсь Которые разрушили мою нервную систему Которые разрушили очень много контрактов Которые я не могла бы платить по этой причине Потому что я стеснялась Но вот сейчас я пишу книгу Там я опишу эти истории своего стыда Там будет как раз таки Всё, что я сейчас там рассказала тебе про порно Это там тоже, знаешь, одна десятая часть На самом деле Там будет расписано всё в деталях Что я чувствовала Как я к этому пришла Что я чувствовала после То же самое с аварией Люди думают, что она такая красивая Классная картинка Ничего подобного На самом деле у меня там за спиной Столько комплексов То есть я могу в кадре улыбнуться А после кадра я могу разреветься Люди мной восхищались Но я хочу, чтобы они знали Что на самом деле всё было не так гладко Пишу книгу И хочу всем об этом рассказать Что я пережила Что было до этого Ты считаешь количество мужчин С которыми ты спишь? Нет Не запоминаешь? Нет, сейчас я могу их запомнить Я точно знаю, что один был в феврале Не-не-не А вы когда понимаете? Это так не считается, знаешь Нет, ни тела ни разу список нет А как относишься к тому, что женщин часто осуждают И пытаются пристыдить за множество партнёров? Блин, да нет Ну, женское тело так же, как и секс Это целое искусство, это прекрасно За что принижать себя? За то, что ты хочешь сексом заниматься? Ну, в общественной, мне кажется, так принято Я согласна Но давайте будем честны друг с другом Мы живём не во времена СССР, когда секса не было Не было телефона и всё только после свадьбы Безусловно, это были очень красивые, романтичные отношения Но изучив историю, культуру секса Какой он может быть, насколько он богат То есть, мне кажется, люди в СССР не настолько даже глубоко всё знали Что можно вообще сделать и как... У них не было ресурсов, понятное дело Понимая, что сейчас, в 21 веке, у нас больше возможностей И это прекрасно Поэтому не нужно сейчас стыдиться Многая женщина, насколько я знаю, с каждым разом после смены полового партнёра Она даже по-разному себя открывает Это правда, я согласна с тобой Слушай, ну, плюс-минус, можешь назвать цифру? Ну, приблизительно Даже не могу приблизительно, Анна, то есть... Ну, 20, 50 Я лишилась девственности в 16 лет Наш самый смелый гость Прекрасный возраст Это не 14, не 15, да Там за первый год я попробовала чувство секса, эмоций И я помню, что я за первый год уже с двумя точно переспала Пошло-поехало Да И дальше в геометрической прогрессии Да, у меня были некоторые моменты срыва Когда, простите меня, я за своим парнем по дому Он бегал от меня уже в одних трусах, держа их вот так вот Пожалуйста, отстань, я хочу посмотреть футбол А я говорю, нет, мне нужно сейчас Дорогая, зачем тебе нужен был пиар-роман с Ромой Жовудем? Да его не было же Не было романа Это всё истории, сказки У нас фотосессия была Я как раз хотела сказать Да, что это была за фотосессия, которая потрясла меня до глубины души в 12 лет Где там, не знаю, ты целуешь его пах И вот это вот всё Что это было? Психологическая травма у тебя была, я поняла Опять же, фотограф Маврин, тот же самый Они вышли на связь с Жовудем Он хотел его поснимать Я его не знала, я первый раз его на съёмке увидела И у нас была команда, кто с Мавриной постоянно фотографировался, девчонки И он говорит, а не хочешь там в стиле вот, ну а-ля Садамаза, да Я не знаю, как это назвать Не хочешь там про тупе и вот это вот всё в таком Он сам захотел такую съёмку Он был согласен Когда я пришла на съёмку, мне сказали Одевай вот это и будет как бы вот такая стилистика Но отношений у вас не было? Нет, мы даже не целовались Нет, никаких отношений не было Диана, ты когда-нибудь посещала секс-курсы? Нет Это секс-курсы там по Минету, правильно, да? Нет, нет Но я самоучка Ага Я читала статьи Я смотрела какие-то видеоролики Без практики, да? Ну как, у меня есть такой Я шучу Тома розовенький, есть такой Стоит красивенький, прозрачный Прозрачный? Прозрачно-розовый, да Красивый цвет, я люблю розовый цвет Поэтому у меня все розовое Да нет, на самом деле Я правда читала статьи И узнала, что этот прибор Он настолько уникален Что на самом деле там столько точек Так как я человек, который любит всё больше Чего-то нового, интересного Мне хотелось доставить максимальное удовольствие Молодому человеку Ну всем этого хочется, конечно Да, да, да Поэтому что касается оральных ласк Я не сторонник и не противник этого Я поддерживаю Всё? Что ты хочешь сейчас спросить на эту тему? Да честно, я бы сама сейчас ходила Почему нет? Я уверена, что я не всё узнала, не всё почитала Но честно, нужно знать правильное место Потому что многие девочки мне говорят, что они ходили И толком ничего особенного не узнали Ты знаешь, мне кажется, основная проблема секс-курсов у нас в России В том, что они нацелены и на заработок И научить максимально приносить удовольствие мужчине А женщина где? Как вообще? Не знаю А потому что мужчины считают постыдным идти на подобные курсы Для многих это считается унижением В принципе, опускаться головой ниже трусиков Да, вот я как раз хотела поговорить с тобой об этом Я была в шоке, когда мне подруга Я вообще в первый раз об этом услышала Сказала, что многие мужчины не любят внизу женщину целовать Как это? Почему? Каким образом? Что за дискриминация? У меня не было такого молодого человека Я, видимо, как-то чувствовала, что он со мной равен по страсти И у меня такого не было Что мне сказали там, ты молодец, конечно, но я нет Такого не было Если посмотреть даже интервью Насти Ивлеевой с Дудём Вот какой разразился скандал Это правда странно Так, хорошо, секс-курсы мы обсудили Ещё один опросик меня ждёт в Инстаграм Клинивают со своим опросом Секс-курсом? Да, очень популярная тема на самом деле Кто посещает, кто не посещает Да Только 5% наших зрителей посещали секс-курсы Слава богу, хрень полнейшая Не тратим на это время Не надо, да 95% сэкономили своё время и жизненные силы Просто любите и всё И получаете удовольствие Диана, зачем тебе тату бантиков на ляжках? Ну, они секси, да? Да То есть, видимо Всё, я поняла Нет, иногда я шучу и заигрываюсь с мальчиками Типа, попробуй, развяжи я подарочек Ну, как бы О, боже, это горячо Это круто Развязать никто не может Переспать, убить, жениться Ни разу не слышала Да ладно? Правда? Да Что у нас есть три героя И тебе нужно выбрать, с кем бы ты занялась сексом За кого бы вышла замуж И кого бы ты убила? Павел Дуров Алена Шишкова Рома Желудь Переспала бы я с Аленой Шишковой О, вот это поворот Женилась бы я на Паше Дурове А убила бы я Рома Желудь Ну, потому что я его не знаю Ничего личного Ром Паша Дуров состоятель Надо жениться А Алена красивая Следующая Ксения Собчак Даня Милохин И Юрий Дуч Опачки Так, ну, наверное Ксении бы я женилась Даня Милохин милашка Даже не представляю с ним секс Вот просто Ну, не представляю Он для меня единорог такой Поэтому лучше я его просто убью Сейчас грустит один Даня Милохин Юрий Дю У меня тоже не сексуальное увлечение Но он хотя бы зрелый мужчина Лучше я с ним пересплю Знаешь все его секреты Хорошо Филипп Киркоров Баста и Николай Басков Переспать точно с Бастой С Басковым я знакома Он веселый Хотя Киркоров тоже Если совсем не соскучишь Наверное, женилась бы все-таки на Баскове Убила бы тогда Киркорова Плохо, наоборот, переиграть, да? Мое сердце разбилось Филипп Бедросович Он же такой чудесный человек Чудесный Такой добрый Но если бы я знала бы Намного ближе его Я бы по-другому бы отреагировала В прошлом году Ты вошла в рейтинг Самых дорогих эскортниц России Да, этот список был у Малахова Там было написано Что я работаю с 14 дня До 19 вечера И когда моя мама позвонила Мне сказала Хорошо я тебя воспитала Ты такая правильная эскортница Типа по ночам не работаешь Ночью спишь А днем работаешь Честно, я не знаю, что это за список, да? Список взят Не знаю откуда Ну вот просто не знаю То есть там даже цифры придуманы непонятные Непонятное время Что значит с 2 часов до 7 вечера Что это значит? Там правда Правда пометка Там вот честно Сделайте скрин с этого Малаха Там пометка стоит Но это то есть в принципе непонятно Чьи это пометки Это правда или неправда? Это неправда То есть я не знаю откуда этот график Предлагали ли мне деньги за секс? Да Не один раз До свидания Эскортом ты не занимаешься? Нет Не занимаешься Так, хорошо А ты помнишь Айза читала рэп Несколько лет назад В котором она зачитала Я знаю про Диану Я знаю про Инессу Я помню эту фразу Я знаю об Инессе Я знаю о Диане Товар на экспорт Если нужно шлюху Бабу доберу Ты отреагировала Выставив пост Почему, если это могла быть Любая Диана? Потому что Это было про меня Потому что на тот момент Я дружила с Инессой И мы каждый день проводили вместе Речь шла конкретно обо мне Выложила я Потом уже забомбила Инессу И мы такие Типа Давай Типа Ее отомстим И когда мы уже встретились Буквально год назад Мы ехали все с Мальдив Одним рейсом с ней Я к ней подошла Я говорю, прости, что тебя обидела Я говорю, я такая паршивка Затронула твоего сына Я говорю, я была глупая И молодая Я говорю, прости меня Говорит, ты меня тоже прости Если как-то обидела И мы эту тему Как-то обидела Мы эту тему То есть, в принципе, не подняли Имела меня на виду Не меня Но суть в том Что просто когда выходил трек У нее сильные контры были с Инессой У тебя не было тогда мысли Что ты могла подобным постом Поддержать слухи Об этой деятельности? Не знаю почему Глупая была Просто, наверное, глупая И не думала об этом, да Какой твой основной Источник заработка? Only fund Я не знаю, как я отношусь К подобной теме Не знаю, что монетизация Снимков таких Давай я тебе расскажу Об этих снимках О такой позе Без трусиков Она тебя очень смущает Я уже поняла Мой контент Он многим не противен Потому что девочкам нравится Насколько красиво И сексуально я его преподношу Он не грязный Есть, правда, девочки Которые фоткаются в белье И он выглядит грязно Отвратно Я стараюсь все красиво И нежно преподнести То же самое происходит В only funds Есть куча сливок В телеграм-каналах Моего only То есть люди видели Что да, максимум Это прозрачное белье Но никакой жести Я не выкладываю Правда ли, что на начальном этапе Павел Дуров Подавал галочки Вконтакте Моделям С которыми он был Лично знаком Да, собственно так Галочку мы и поставили Вконтакте Да, познакомились лично Когда мы раздавали футболки На дворце облачни Мы раздавали футболки Благотворительность Такая некая была акция Я просто помню Что это было много лет назад Я записывала видеообращение Павла Дурова И говорила Почему у девушек Модели есть галочки А у видеоблогеров По 200 тысяч подписчиков Их нет Как так То есть получается Он выбирал по преференциям Какие девушки ему симпатичны И как бы так заманивал Я тебе дам галочку Этого я не знаю Потому что у меня с ним Сугубо были дружеские отношения Я не в его вкусе была Не могу назвать Кто в его вкусе Он сам вышел на меня Павел Дуров Он сам написал мне первое Он сам познакомился со мной Первый И попросил меня Принять участие в акции А я уже сказала Что у меня есть вообще Девчонки Друзья И всех познакомилась Прикольно Ты веришь в любовь С первого взгляда Она у меня была Видишь Со всеми абсолютно Ну как Она была у меня Я думала Что Егор Это любовь с первого взгляда Да В принципе так и было Нет Это было с первого взгляда Да Я верю Было такое Что я смотрела на человека Не зная его изнутри Я уже чувствовала Что он мне подходит Это любовь с первого взгляда Спасибо что были с нами Смотрели Лавкас на моем Ютуб канале И слушали его На подкаст платформах Яндекс музыка Спотифай Апл мюзик Делаем удобнее Обязательно напишите В комментариях Кого вы бы хотели Увидеть в гостях Следующим Мужин Женщин Пожалуйста У нас очень мало пацанов Вот почему-то пацаны Не хотят говорить Об отношениях и сексе Также мы как всегда Сфотографируемся с Дианой На фотоаппарат Номерной печати Подпишем фотокарточку И разыграем Рандомно Из комментариев Под этим видео Так что ждите результата Через неделю Все что нужно Чтобы выиграть эту карточку Просто оставить комментарий Мы с вами прощаемся Обнимаем Любите Получайте удовольствие От жизни От всего что вас окружает От мужчин От женщин И пока